Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о проблемах, возникших в строительной индустрии. Давайте попробуем разобраться, насколько они серьезны и есть ли возможность у правительства в ближайшие годы нормализовать ситуацию и решить наконец-то вопрос доступного жилья в Большом Торонто. Для здорового рынка недвижимости два основных параметра должны находиться в балансе – это количество возведенного жилья и спрос. Дисбаланс одного из них приводит к серьезным проблемам. Сегодня же в Антарио мы видим крайне низкие темпы строительства и цены на недвижимость не растут только по одной причине, что и спрос очень низкий. Попросту сказать, большинство людей не может позволить себе покупку и вынуждены довольствоваться арендой. А поскольку строится очень мало, арендного жилья хронически не хватает и цены на аренду только за прошлый год выросли больше, чем на 15%. И то это в среднем лишь из-за того, что недвижимость, построенная до 15 ноября 2018 года, находится под рентконтролем. Аренда же в современных домах, не находящихся под рентконтролем, только за год выросла более чем на 25%. То есть первая очень серьезная проблема – это недостаточные объемы строительства. Правительство обратило на это внимание всего несколько лет назад, хотя бы надо обращать на это внимание гораздо раньше. То есть время было явно упущено. Кстати, то же самое происходит с медициной, со строительством дорог и другой транспортной инструктуры. Тем не менее, три года назад эти вроде бы начали заниматься. Но началась пандемия, во время которой темпы строительства из-за несвоевременных поставок материалов из-за сильного удорожания и карантинов упали вообще ниже плинтуса. По окончанию карантинов возникла очень большая нехватка недвижимости, а спрос, подогретый дешевым кредитованием, спровоцировал резкий рост цен. Далее начался кризис, вызванный высокими ставками кредитования, и темпы строительства, вместо того, чтобы хотя бы вернуться на предпандемийный уровень, остались на крайне низком уровне. Второй важнейший фактор – это спрос, который во время дешевого кредитования был очень высоким. Сегодня же он уменьшился в разы в связи с дорогими кредитами. То есть предложение и спрос на покупку недвижимости более-менее самостоятельно сбалансировались. Но людей-то меньше не стало, а наоборот численность населения растет небывалыми темпами. Соответственно, многие потенциальные покупатели просто ушли в рент, а недвижимости для аренды очень мало, и именно поэтому сильно растет аренда и неминуемо продолжит рост в ближайшие годы. То есть сегодняшний, кажущийся некоторым баланс спроса и предложения, не дающий ценам сильно расти, в действительности искусственный. В моем предыдущем видео, которое называлось «Канада коллапсис», я рассказывал про ситуацию, сложившуюся в экономике Канады, и на графиках наглядно объясняю, почему высокие ставки кредитования не могут оставаться долго. То есть сегодняшний, отложенный из-за дорогих ставок кредитования спрос вернется на рынок, как только интерес по кредитам нормализуется, и неминуемо создаст очень большой дисбаланс между количеством предложений и спросом. Причем, по моим расчетам, серьезный дисбаланс спроса и предложений будет как минимум в течение 4-5 следующих лет после нормализации ставок кредитования. Хотя государство и предпринимает попытки нарастить темпы строительства, это невозможно сделать быстро. Нормализация темпов строительства, даже если дальше власти не допустят серьезных ошибок, будет небыстрой, на все требуется время. Для сектора несколькоэтажного строительства я бы сказал, что понадобится 4-5 лет, а для многоэтажных комплексов это больше 7-8 лет. Кроме этого, опираясь на опыт предыдущих попыток правительства Онтарио нормализовать ситуацию и тех глобальных ошибок, которые были сделаны, мне лично верится с трудом, что в этот раз они все будут делать грамотно. Так что я не думаю, что доступность жилья возможно будет вернуть жителям Онтарио в ближайшие 10 лет. Что же властями уже сделано сегодня? Первое, это реально уменьшены сроки получения разрешения на строительство. Правда, если в низкоэтажном строительстве они приведены практически в норму, то в кондо их по-прежнему надо уменьшать как минимум в два раза. Кроме этого, некоторое количество земель выведено из-под регуляции Гринбелта. Опять же, это улучшит ситуацию в низкоэтажном строительстве, но мало повлияет на строительство многоквартирных комплексов, так как эти земли находятся далеко от города и практически не имеют инфраструктуры. И если дома и таунхаусы возможно строить в чистом поле, то многоквартирных комплексов необходимо более-менее нормальной инфраструктуры. На некотором количестве земель, имевших ранее индустриальное назначение и находящихся в районах с развитой инструктурой, разрешили строить кондоминиумы, и это плюс для кондорынка. Так что сдвиги определенно есть, но чтобы все заработало, надо сделать еще очень много. Первое, решить проблему нехватки рабочих строительных специальностей, стимулируя иммиграцию людей строительных профессий и активно продвигая обучение строительным специальностям в калышах. Предоставить строительным компаниям налоговые стимулы и в первую очередь на закупку строительной техники и оборудования. Уменьшить до минимума сроки согласования использования в строительстве новых строительных материалов, давно широко используемых во многих странах, но из-за дороговизны и длительности процесса разрешения на их использование в Канаде до сих пор сюда не завозимых. Ну и наконец закончить поднимать девелопер-чаржи, которые сегодня закладываются девелоперами в себестоимость строительства, а еще лучше уменьшить их в разы, как было сделано в Альберте, и тем самым хотя бы остановить рост стоимости строительства. В общем, надо сделать очень много, и смотря на вещи реально, я не думаю, что все это удастся сделать в ближайшие 10 лет. А значит, о доступности жилья в Онтарио пока можно только мечтать. Мало того, нас ждет еще один сильный скачок цен по возвращению ставок кредитования в норму, и скорее всего это будет 2024-2025 годы. С вами был Максим Богинский, брокер оф рекорд и владелец компании Right at Home Reality Investments Group. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова